На прошедшей неделе в суде Центрального района стартовал уголовный процесс в отношении Василия Бормутова. Бывшему главе администрации Новосибирского района гособвинение инкриминирует халатность. При этом защита Бормутова настаивает на его полной невиновности. Детали этого громкого уголовного дела, исход которого пока не очевиден, далее в прецеденте. Уголовное дело, которое сейчас является предметом разбора в суде Центрального района, как говорится, это уже попытка номер два. Впервые Василий Бормутов стал фигурантом уголовного преследования 27 апреля 2018. Эта дата бывшим руководителем Следственного комитета по Новосибирской области Андреем Лелеко была выбрана, видимо, не случайно. Именно на 27 апреля были назначены перевыборы главы администрации Новосибирского района. Очевидно, что Бормутов имел реальные шансы быть переизбранным. Но два года назад было очевидно и другое. К этому времени скандал с выделением бесплатных земельных участков пригорода Новосибирска достиг своего апогея. Земли на протяжении многих лет выдавали под фиктивное ДНТ и СНТ по 200 участков, 230 участков одно лицо получало от администрации Новосибирского района. Потом эти участки выставлялись на продажу, и сейчас они стоят в продаже от 300 тысяч до 1 миллиона. Вот таких ДНТ и СНТ мы насчитали 32. Несколько лет назад новосибирские общественники выявили сложно подчиненную схему выделения земельных участков нужным людям. Свою оценку по поводу использования такого механизма распределения земельных участков я сформировал. И эту оценку достаточно публично довел до депутатов районного совета. И тогда мы обсуждали перспективы участия в конкурсе на пост главы района различных кандидатов. И хотя тогда фамилия Василия Бормотова не прозвучала на пресс-брифинге губернатора, но, как говорится, все и так все поняли. Сам факт возбуждения уголовного дела за несколько часов до процедур голосования во многом определил их исход. Но этот многообещающий демарш правоохранительных структур оказался пустышкой. Уголовное дело Бормотова по якобы превышению им должностных полномочий было прекращено 13 февраля 2019 года уже без всякой помпы. Причем оно изначально было мертворожденным. И прекращая это уголовное дело, Бормотову Василию Владимировичу за ним было признано право на реабилитацию. Пока он им не воспользовался, хотя прошел уже год. Нынешний процесс по уже другой статье Уголовного кодекса «Халатность» выглядит как попытка следователей доказать, что они все-таки не зря едят свой хлеб. На этот раз Василию Бормотову инкриминирует то, что он перечислил 100% оплаты по муниципальным контрактам более 16 миллионов рублей за квартиры для детей-сирот, насчитая инженеринговые компании «Навалит». Небрежный, отнесясь к исполнению своих служебных обязанностей, не принял мер к обеспечению соответствующих условиям муниципального контракта от 22 апреля 2013 года. Не принял мер проверки надежности строщика ООО «ИК «Навалит» и подписал муниципальный контракт от 22 апреля 2013 года. Детичья компании «Навалит» на улице Большая, 23 Ваби, в своем роде региональная достопримечательность. Съемочная группа прецедентов впервые побывала здесь еще летом 2013 года, когда переселенцы из ветхого жилья живописали свои текущие будни. Здесь то же самое, получается, барак, только теперь в три этажа. Пол весь полностью ходуном ходит, линолеум весь задрался, стены пустые, мыши уже начинают бегать, с лампочек вода капает. Они сказали, только если мы получим чуть-чуть, он сразу лопнет. Разрешение на строительство нового ветхого дома в свое время подмахнул мэр АБИ Андрей Нешин. Уже он оправдывался перед министром строительства Денисом Вершининым. Мы покупали готовые квартиры по согласно тендеру, поэтому мы заказчикам здесь не выступали строительству. Надо понимать, Андрей Геннадьевич, что это малоэтажный дом, он не поднадзорен, как я столько понимаю, по строю надзору, это значит поднадзорен местной администрации. И хотя дом пытались реанимировать, но как прозорливо заметил министр. Конфетку из этого дома сделать, наверное, будет тяжело. В итоге дом на Большой расселили. Бюджет потерял десятки миллионов, а Андрей Нешин получил страйк от депутатов города АБИ. За удаление отставки. За удаление главы в отставку. Я за удаление. За удаление. За удаление в отставку. 20 депутатов проголосовало, против проголосовало 5. Решение считается принято. В уголовном деле Василия Бормотова история с домом на Большой в АБИ выглядит как дежавю. Его защита настаивает на полной невиновности. Именно поэтому он отказался от прекращения уголовного дела в связи со стечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Василий Владимирович настаивает на рассмотрении по существу этого вопроса с тем, чтобы все-таки была дана оценка его деятельности объективной. О том, что с доказательной базой что-то не так, может свидетельствовать то, что прокуратура несколько раз заворачивала материалы уголовного дела, как говорится, на доработку. Дело расследовалось более года 9 месяцев. Хотя давность привлечения по таким уголовным делам 2 года всего. Понимаете? Это к вопросу о уверенности либо неуверенности следствия. Если и это уголовная история, как вода утечет в песок, на повестку дня встанут вопросы о квалификации следователей и о том, кто понесет ответственность за, возможно, неудачную попытку номер 2. Если ваши гражданские права нарушены, если вашей жизни и здоровью угрожает опасность, пишите нам. Добавляйтесь в наши группы в социальных сетях, задавайте вопросы и предлагайте темы для сюжетов. Не забудьте поставить лайки и отправить видео друзьям. Возможно, именно сейчас им требуется помощь прецедента. Продолжение следует...